Радио Болтком Слушайте по пятницам на Радио Болтком Авторскую программу Константина Рангса Климат-контроль Действительно, только что называется Открыть ящик Пандоры Ну что, а мы открываем не ящик Пандоры А нашу программу Климат-контроль на Радио Болтком Константин Рангс Журналист, ученый, морской геолог Журналист, много пишущий о науке Здравствуйте, доброе утро, Константин Доброе утро Да, вот получаем мы сообщения Тревожные из Соединенных Штатов Америки Из Техаса И снегопады, и аномальные холода И практически вдруг Выясняется какая-то такая Странная ситуация Что солнечные батареи выходят из строя Ветряные установки, на которые тоже делались Там ставки, замерзают И бедные американцы греются Грилями для барбекю И вообще там Катастрофа просто На уровне штата По-моему, Техас Там полопались трубы водоснабжения И теперь поставки питьевой воды По ста кругам штатов В общем Осуществляются чуть ли не Ну вот Машинами И Вот где же это Та самая зеленая энергия Которая должна была нас спасти Обогреть И вообще заменить Всю эту вот Вредную, вонючую Другую энергию Ну прежде всего Нужно сказать Что вот этот вот Прорыв Холодных воздушных масс Который захватил Не только Техас Это и соседние штаты И самое главное Север Мексики Привел Во-первых Уже к гибели Уже нескольких десятков человек Которые замерзли Причем Самое важное Понять Например Техас Это простите Субтропики Там пальмы Растут Сами по себе Там растут Огромные Кактусы И вот теперь Все вот это добро Оно Охвачено Морозами Ниже 20 градусов То есть Это Это действительно Удар Такого Не было Таких морозов Снегопадов Не было За всю историю Техаса Вот как ее Описывают Сейчас Вот Весь мир По-моему Обошли кадры Бассейнов В которых Лежат Отмокают Черепахи Их просто Они просто Тоже замерзают Но не Но не привыкли Черепахи Жить В условиях Морозной зимы То есть Это очень Серьезная вещь И Естественно Все упоминают То что В течении Буквально Неских дней Цена на Электричество Поднялась На 10 тысяч Процентов Ну легко Посчитай Во сколько Раз Да Сто раз То есть Это Огромный Скачок И причину Опять-таки Видят в том Что Электросети Техаса Оказались Неспособны Нести Нагрузку Когда люди Стали включать В массовом Порядке Электрообогреватели Но вот Зачем В Техасе Иметь Отопление Ну такое Настоящее Благословенный Край А тут Вдруг Потребовалось Естественно Все стали Тащить Электронагреватели А электрическая Система Техаса Как выяснилось Давно Уже не рассчитана На такие Адовые Нагрузки Еще Еще Одна Важная Важная Вещь Оказалось Что Действительно Например Солнечные Батареи Покрытые Снегом Как-то Плохо Генерируют Электричество Да и Ветряки Ведь В чем Дело При Сильном Морозе Особенно Когда Движется Снег Ветряк Начинает Обледеневать Как Вот Самолет Нас Никого Не удивляет Что Самолеты Зимой Нужно Обрабатывать Антиобледенительной Жидкостью И в истории Известно Не одна Множество Авиакатастроф Из-за того Что не вовремя Обработали Самолет Этой самой Жидкостью Вот почему Есть зазор Обработали 20 минут Взлет В течение Этих Нет 30 минут Все Давайте По новой Обрабатывать Лопасти Ветрогенератора Эти Те же самые Крылья Самолетов Они Начинают Покрываться Льдом Начинается Вибрация Эта вибрация Переходит На генератор А там Тоже Проблемы Потому что От мороза Густеет Смазка В общем Короче говоря Они и загореться Могут Сломаться Могут И просто Автоматика Их Выключает Падает Процент Электричества Которое С них Рассчитывают Значит Догрузка Должна Идти На что На стандартные Тепловые Или есть Атомные Станции Но Атомные Станции Обычно И так Работают На установленную Какую-то Мощность Следовательно Нужно Быстро Откуда Получить Дополнительное Электричество О чем Мы кстати Много раз Говорили Про эту Проблему И Если Сети На это Не рассчитаны На такие Скачки То они Просто Летят Вырубаются Автоматы Горят Трансформаторы Вот что Там Сейчас И имеется Но Надо Заметить Что Ведь Техас Это же Только Одно Из мест Где Этой Зимой Вот такие Неожиданности Стоит Вспомнить Что в январе Месяце Низкая Температура Были В Испании В Португалии Во Франции В общем Если посмотреть На карту Которую Дает система Коперникус То Видно Что Например В январе Прошедшем Они дают данные Сейчас За прошедший Месяц Например Очень сильные Холода Были в Скандинавии В Британии Были очень сильные Холода И конечно же Огромная полоса Морозов Начиная от Севера России И кончая Японией Где тоже Очень холодно И тоже Очень много Проблем Возникло У людей Так что Надо сказать Что вот этот Сезон Он А зима Еще как бы Не кончилась Формально Вот этот Сезон показывает Очень большие Скачки Сейчас мы Приходим К очень важному Моменту Кончается Судя по всему Период Морозов Я буду говорить Про наш регион Теперь А подходит Период Нестабильной Погоды Дождей Снегопада По последним Данным Сегодня у нас И завтра Еще морозно В субботу Будет Очень резкий Температурный Переход А в воскресенье Уже чуть ли не Плюс 5 Но будет Не будет Это еще Не очень Вероятно Но вполне То есть Такой перепад Получается 25 Чуть ли не 30 градусов Да Вот такой Скачок Причем За сутки Вот такие Чудеса Все это Допустим Очень многие Метеорологические Станции Предупреждают Сердечников И вообще Людей с хроническими Заболеваниями Пожилых Людей Что Будет Так называемая Барическая Пила Сейчас Происходят Скачки Давления Вверх Вниз Вверх Вниз И это Совсем Не полезно Для организма Человека Тем более Слабого Люди Которые Перенесли Ковид Им тоже Нужно Сейчас Поберечься Потому что Сейчас Будет Очень тяжело Дышать Особенно К воскресенью По этой Причине Следующие Да И вот По этой причине Нужно Обратить Где буквально Каждые 6 часов Меняется прогноз Но ясно одно Температура Там будет Скакать Вокруг Нуля Выше Ниже Выше Ниже Выше Ниже Поэтому Возможно И дожди И снегопад И гололед И что называется Все беды Которые Только могут Быть с погодой И вот такая Ситуация Непонятно Сколько Продлится То ли Начнет Опять Будет Примораживать И как бы На какое-то Время Зима Вернется То ли Начнется Так скажем Более такая Яркая Весна Но Самое плохое Что может быть Это продолжение Вот таких Скачков Вокруг Нулевой Температуры Это Боятся Боятся Все И Медики Не любят Такую погоду И Сами люди Не любят Такую погоду Ну что это такое Около нуля Да И кстати Дорожники Не любят Такую погоду Потому что Она разрушает Асфальт Со силой Здание Допустим Вот приходят Сообщение Пришлось Оказаться В поезде На Сахалине Который Был Занесен А потом Там еще Произошло Смещение Снега Ну такая Недоловина И нам Пришлось Оттуда Выкапываться Это Очень Такой Эмоциональный Опыт И я хочу Сказать Что это Просто Показывает Возможности Стихии Ты Абсолютно Беспомощен В этой Ситуации Кроме Если вы Не организуетесь В какую-то Действительно Не создается Такая Взаимопомощь Вот когда Люди Все вместе Я сам видел Это Когда люди Все вместе Объединяются И начинают Действовать Организованно Вот тогда Они могут добиться Очень многого А если Вот это Типа Я сам Каждый за себя То тогда Каждый за себя И зампатонит Как хотите Поэтому Вот это Тоже Очень важный Урок Такой И кстати Надо сказать Что и Европейские Авторы Пишут Что В принципе Вот эта Идея Что я Сам по себе Живу Сам себе Электричеством Энергии Себя Обеспечиваю Да Это хорошо Для комфортных Условий И не случайно Наши Прощуры В тех местах Где очень Неблагоприятные Холодные Условия Всегда Продумывали Возможность Взаимодействия Вот например Говорят Про то же Самую Скандинавию Финляндию Что там Люди Живут Сами По себе Они Там Живут Сами По себе Но самое Интересное Что они Всегда Разрабатывали Систему Помощи И работы Вместе Для решения Каких-то Общих Проблем Это очень важный момент У нас Есть звонок Здравствуйте Доброе утро Доброе утро А скажите Вот этот Перепад Температуры То плюс То минус Он на Взлетно-посадочные Полосы Влияет Или нет Спасибо Спасибо Конечно Он на все Влияет На любые Материалы Вот Особенно Чем Отличается Взлетно-посадочная Полоса От полосы По которой Ездят машины Это бетонные Плиты И как Заметил Олег Потеплело Вода В трещины Бетонной Плиты Попала Похолодала Вода Расширяется Как известно При замерзании Вот она Себе Трещину И увеличивает Но Дело все в том Что Как говорят Американцы Два километра Взлетной полосы Это дорога На весь мир Да И все таки Поэтому можно Вот эти два километра За ними Постоянно следить Вот И ремонтировать Это всего два километра Или там три Взлетно-посадочная полоса А Мы же говорим В данном случае По сотням И тысячам Километров Дорог Только в Латвии У нас Еще один звонок Здравствуйте Алло Доброе утро Господин Рангс Давно хотела Спросить у вас Ваше мнение О химиотрассах Я сама Видела это Воочию Неоднократно Поэтому для меня Это факт И более того Прочитала Большую публикацию В газете Где тоже Подтверждают Что это факт Вот что вы Об этом думаете Спасибо Спасибо Ну вы знаете Для меня В свое время Было большим Открытием Когда я узнал Что На самолет Самолет Да Все свои Фекальные воды Возят всегда С собой И на вопрос О том что Что то можно Сбрасывать Был ответ Очень простой Он говорит Это тогда Будет авария Вот И рассказывал Мне это И показывал Летный Ассенизатор Который Приезжал К самолетам Сливал Заправлял Опять Вот этой Синей жидкостью Детергент Такой И В общем Это было Очень интересно Познавательно Я к чему Что Тогда как раз И зашел Разговор о том Что можно Самолетов Распылять Вот Человек Сам очень скептически Относящийся Ко многим вещам Например Он даже Вирус Гриппа Считал Что грипп Не просто Так появляется А что Инфицируют Уток Но вот Насчет Всевозможных Выбросов И распылений Самолетов Он был настроен Крайне критично И По одной Простой причине Он просто Напросто С калькулятором Посчитал Сколько Нужно Веществ Чтобы Все это Так вот Искусственно Создавать А вот Метеорологи С которым Тоже мне Приходилось Работать Они Обращали Внимание На удивительные Вещи Я например Был свидетелем Того Как Несколько Трасс От самолетов Вполне Понятных Инверсионный След же Мы забываем О том Что керосин Сгорая В атмосфере Образует Огромное Количество Воды Вот Привезьте себе Вот Нас не удивляет Что когда Народ Показывает При сильном Морозе Кидают Вверх Кружку С кипятком И такой Огромный Знаете Такой Султан Образуется Да Теперь Представьте себе Что этот Реактивный Двигатель Сжигает В огромном Количестве Керосин В своем Двигателе При этом Он пожирает Тоже Огромное Количество Кислорода И он Выбрасывает Тоже Десятки Тон Воды И вот Эта вода Распыляет В чем Эта вода Вылетает В перегретом Состоянии После чего Она Конденсируется В облако И превращается В ядро Конденсации Для той воды Которую мы не видим Которая находится В атмосфере И в результате Вот можно видеть Как вот прошла Одна трасса Самолета Инверсионный след А потом Она начинает Распухать 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 Мои коллеги Бывшие коллеги Говорили о том Что Метеорологи Отправляли туда Зонды Сами летали На метеорологическом Самолете Интересно же было Исследовали Все это дело Но ничего Кроме Воды И следов Топлива В небе Не обнаружили Кстати Есть еще Такой случай На что Обращают люди Ведь некоторые Самолеты Могут сливать Топливо В полете В силу Какой-то ситуации И вот этот Слив Топлива Тоже образует Характерный Такой весьма Оригинальный след После чего Кстати И запахи Появляются Когда вот эта Масса Начинает потихоньку Доходить до земли Но опять-таки Это должно Они сливают Его не на высоте 12 тысяч метров А ниже Поэтому Это вот как раз Очень интересно Инверсионный след Ниже обычного Но это Очень редко Топливо Денег стоит Поэтому В общем-то Собственно говоря У меня нету Никаких в руках Доказательств Существования Каких-либо Специальных Рассеиваний Кроме того Когда вот Готовят парады Какие-либо Да Или допустим Борются с вредителями Или что-то Нечто подобное Но это опять-таки Все это устроит Очень больших денег Все эти распыления И требуется Очень большой груз Поэтому Представить себе Такие трассы Через континент Невозможно Ну вот А возвращаясь К теме Вот влияние Климата На политическую Систему государства Вот Часто ведь звучало Когда речь шла О России Что Вот эти Погодные Суровые условия Как раз-таки Климатические Вынуждали Вынуждали Вот К жизни Вызывали К жизни Вот эту Необходимость Сильные руки Вертикали Власти Но вот Без этого Дескать Страна бы Просто Ну не смогла Преодолеть Вот Такие Суровые Климатические Условия Но мы видим Что в северных Странах В той же самой Финляндии Там Как-то По-другому Решается Эта проблема Ну вы знаете Надо заметить Что во первых Финляндия Когда все Формировалось Финляндия была Шведской Ну как Колония Не колония Территория Это было Территория Шведского Королевства При этом Поскольку народов Всегда было Очень мало А земли Было много И надо заметить Что Финляндия Для перемещения Раньше Была крайне Сложной Страной Из-за вот этих Вот Сотен тысяч Озер Продолговатых То есть вы можете Стоять На одном берегу Видеть Издали Второй берег У вас Есть лодка И вы ничего Не можете Сделать Потому что Ровно посреди Вот этого Озера Длинного Находится Каменная гряда Высотой В пару метров Абсолютно Отвесная Которая Тоже Идет Через Озеро То есть Вы на лодке Должны Подплыть К этой Вертикальной Стене Перетащить Непонятным Образом Эту лодку Через стену И только Потом Плыть То есть На самом деле Вот это Это очень важная Важная вещь Финляндия Крайне Неудобная Была Страна Раньше Для перемещения И поэтому Она исторически Существовала Из таких Изолированных Районов Буквально Только последние 150 лет Начались Более-менее Тесные Контакты Второе Эти люди Были Настолько Такое Настолько Слабое Население Рассеянное Что Концентрировать Его Для каких-то Больших Проектов Было Совершенно Невозможно Ну Никак Их Можно Было Брать В армию Ну Вербовать Делать Из них Конницу Вот Хаккапелита Многие Знают Под словом Хаккапелита Это знаменитые Финские Шины Зимние Да Но Само Слово Хаккапелита Это Лесной Всадник Ну Не в перевод Это Просто Они так Назывались В свое Время В эпоху Шведских Мойн Так назывались Финские Лесные Всадники Которые На маленьких Лошадках Могли Воевать В лесу И У них Их отличала Особая Цепкость Они могли Зимой Воевать Вот Поэтому Их так Назвали Эти Ишины Для финнов Знаковое Слово Так вот Это Можно Мобилизовать А что-то Делать Обложить Их Барщину Барщиной Оброком Это Было Совершенно Невозможно В свою Очередь В России Исторически Все сложилось Совсем По-другому И То Когда говорят Допустим О том Что Большие Расстояния Финны В основном Придерживались Береговой Линии Мало Жило Кто В глубине Это Вот Как говорится Кто Не хотел Жить С другими По каким-то Причинам Тот Уходил Дальше В России Долгое Время Я говорю Про Центральную Часть Люди Действительно Были Разбросаны На большой Территории Но С другой Стороны Существовала Довольно Развитая Система Связи Это Были Реки Вообще Финны Считают Что русские Это речной Ронарод Которого Сделали Реки А зимой Они промерзали По них Можно было Спокойно Ездить На санях Благополучно Но Была Другая Проблема Была Проблема Вот этого Постоянного Холда И Кстати Нужно Запомнить Что Финляндия Теплее Чем Россия За счет Влияния Гэрстрима И Люди Естественно Жили Теревнями Объединяясь Вместе Это было Проще Сама Формирование Общины Было Связано С тем Что Вместе Выживать Было Проще А когда Люди Жили Далеко То И о связи Не было По телефону Не позвонить То Выработалась Вполне Такая Практическая Система Отправлять Куда-то Воеводу Который Должен был Сидеть На кормлении То есть Просто-напросто Он собирал Деньги Сколько-то Оставлял себе Сколько-то Отправлял Князю Довольно Практично Князь Получал Свой Доход А что Там Делает Воевода Это Его Как бы Особо И не Касалось Можно Сказать Что Если Б Например Не было Таких Лесов Была Более Налажена Связь И Во-первых Люди Жили Более Компактно То Естественно Таких Воеводах Не было Бо Необходимости Хотя Потому Что Князь Понимал Что Воевода Крадет И по сути дела Крадет В том числе У князя Но Приходилось Смириться Слушайте До Средины 19 века Допустим В Сибирь Отправиться Это же Были Поход На месяц Два Можно себе Представить Какая Была Связь А по дороге Еще Лихие Люди Разбойники Что ты Там С деньгами С мехом Просто так Пойдешь Караваны Раз в год Собирали Вот Эта Особенность В принципе Она Так сложилось И Надо заметить Что Допустим Нельзя сравнивать Даже в Финляндию Нельзя сравнивать С Данией Дания Это страна Викингов Страна Где куда ни пойди Сразу море Люди Которые Имели Тысячелетний опыт В мореплавании Набегов На ту же самую Францию Они до Средиземного моря Доходили Викинги Которые базировались В той же самой Дании Да Вот И у них Были другие Возможности Другая жизнь И кстати Стоит заметить Что когда Наступило Похолодание Примерно В тринадцатом Веке Двенадцатом Тринадцатом Веке То викинги Потихонечку Сошли С Исторической Арены Потому что Они хорошо Себя чувствовали Когда были Открытые моря Они вон Добрались До Исландии До посел Гренландии Они сделали Колонию Виньярд В Америке Но как только Похолодало Накрылся Виньярд Потом Накрылась Гренландия И даже В Исландии Только остались Какие-то Полудикие Там Персоны То есть Это было Очень сильное Влияние И по всей Истории Мы тоже Можем увидеть Что Если Наполеон Говорил Что география Это судьба То климат В не меньшей степени Ну и вот Может быть Уже Подводя Там потихонечку Итоги нашей беседы Не скомпрометировала Ли вот сейчас Ситуация В Америке Вообще Использование Зеленой энергии Потому что Даже Вот издание Уолл-стрит-джорнал Написало Что Америке Пока рано Отказываться От угля И природного Газа Ну Мне кажется Что как раз Самое худшее Вот Что может быть Это знаете Нездоровая Ажиотация Вокруг Какой-то Идеи Вот Решили Все Забросим Поставим Ветряки И солнечные Батареи Причем Кстати Забыв Про другие Источники Энергии Такие Как Использование Силы Течений Приливов Геотермальную Энергию Гидроэлектростанции О Все Ветряки Солнечные Батареи Ура Я хочу Заметить Что я был Поражен Еще несколько Лет К тому назад В Финляндии В городе Пори Стоял Экспериментальный Ветряк Стоял Экспериментальный Ветряк И финны Говорили Что вот Этот Ветряк Мы сделали По новой Технологии Чтоб он Мог Выдержать Зиму Спокойный Мог Работать Зимой У него Антиобределительная Система У него Регуляция Поворота Лопастей В общем Все Замечательно Одно Плохо Он такой Дорогой Что его Никто Не купит Понимаете Ну по сути дела Вертолет Там такой Со всеми Системами Регулировки Вот я про что И говорю Что В принципе Никто же не говорит Что нужно Отказываться От такого Источника Энергии Которые могут Дать например Те же Ветряки Или солнечные Батареи Но Опять же Нужно сказать Что должна Быть Какая-то И другая Система Которая Обеспечивает Постоянную Стабильную Поставку И электричество И что важно Тепла Вот Важный Какой момент Нам ведь Здесь нужно Не только Освещать Квартиру Да Или Чтобы работали Наши гаджеты Нам нужно Чтобы еще Тепло было Так зачем Сначала Сжигать Газ Чтобы получить Электричество А потом Тратить Электричество Чтобы оно Нагрело Нам обогреватели Чтобы мы могли Согреться Когда проще Сделать Чтобы именно Газ Нагревал Воду Которой Мы Обогреваемся Потери Меньше Так вот Сейчас Да И в Америке Кстати Раздавали Жителям Баллоны С пропаном И там Буквально Часовые Очереди За ними Стояли Потому что Это Именно спасало Географии Из системы Коперник Ну Любое Может Зайти Либо На сайт Газеты Либо В саму Систему За последние Годы Видно Что если Где-то Очень уж Тепло То обязательно Где-то Очень Холодно Если Где-то Засуха Значит Обязательно Где-то Идет Дождь Земля Замкнутая Система Где что Отнимется Там где-то В другом месте Прибавится И наоборот Так вот Получается Вещь Что сейчас Происходит Такое Система Раскачивается Все больше И больше То есть Где-то Становится Экстремально Тепло Но значит Где-то Становится Экстремально Холодно И то И то Для нас Плохо Вот в чем Беда Так Поэтому Нужно Понимать Что Глобальное Вот это Изменение Климата Это не будет Означать Что везде Будет температура Повышаться А это В том числе Будет означать Что она Да Новый год Будем встречать В майках А вот Дню Святого Валентина Придется Отдеваться Все Что есть Потому что Будет Минус 30 На улице И будем Мы себе Мерзнуть А что Будет Условно говоря К 8 марта Вообще Неизвестно Вот опять Таки Вариант Рушатся Схемы Прогноза Поэтому Я думаю Это Как раз Вот эта История Сейчас Показала Что мы Не должны Класть яйца В одну корзину Как говорят Нужно Чтобы Были Готовы Должны Быть Какие-то Альтернативные Варианты И нужно Понимать Что А если Еще Будут Вот такие Морозные Удары Что мы Будем Делать Со всеми Этими Аппаратами Они Тоже Денег Стоят Их Тоже Надо Обслуживать Чинить Когда Показывают Как Вертолет Поливает Кипяточком Лопасти Ветрогенератора При этом Кстати Сжигая В бешеном Количестве Авиационный Керосин То Конечно Какие тут Разговоры Про экологию Так что Мне кажется Действительно Сейчас Очень Многие Люди Скептично Относящиеся К идее Голобального Потепления Они Приобретут В руки Новые Аргументы И как Я читал Один из Комментаторов Сказал Что Когда у нас Становится Тепло Вы говорите Что Нет Это не Погода Теплая А климат Меняется А когда Становится Холодно Вы говорите Нет Это не Климат Меняется Это просто Такая Погода Поэтому Я думаю Что Конфликт И вот Это Столкновение Мнений Сейчас Только Усилится Спасибо Большое Константин Рангс С нами Был на Связи Программа Климат Контроль До Новой Встречи В Следующую Пятницу Всего Доброго До Свидания До